Приветствую вас, друзья, и добро пожаловать в мобильную игру под названием PrayDay. Ещё один идейный подражатель Last Day on Nerf. Слышь, мужик, чё ты пристал? Нет у меня мелочи. Всё ходит и ходит за мной. Давайте подальше убежим, наверное, от него. Посмотрим, короче, что из себя представляет данный проект. Я, на самом деле, давно в Last Day играл, так что я особо и не помню, какие механики были в оригинале, так что сравнивать особо и не буду, наверное. Просто посмотрим, насколько интересна данная игра, данный проект. Так, тут металлолом валяется, но для того, чтобы нам его добыть, необходим ломик. Давайте посмотрим, где мы вообще находимся, в какой-то небольшой территории. Здесь, смотрите, разрушенный дом. Вот знаете дом? Соберите обломки и создайте топор. На верстаке рвите деревья и строите стены из дерева. Твой дом, твоя крепость. Ну, как всегда, в общем, появляемся мы на начальной локации, где мы будем обустраивать своё убежище и так далее, заниматься крафтом, строительством и прочее. Так, в первую очередь нам предлагают установить верстак. Обязательно мне его в дом внутрь устанавливать? Ну ладно, давайте вот сюда вот установим, пусть будет. Потом залатаем, видимо, стены. И в итоге у нас получится достаточно укреплённое убежище. Так, наша задача построить базовый верстак. Мы это уже сделали. Создайте на верстаке топор и кувалду и построить также, построить грядку. Окей, короче, такие первоначальные задачи нас обучают основным механикам. Так, ну, верстак мы сделали. Давайте соберём здесь ягодки. Я уже, на самом деле, достаточно проголодался. Так что мы, наверное, сожрём все ягоды. И, честно говоря, этим я не наелся. Что у нас ещё есть в инвентаре? Так, есть у нас консервированная еда. А какая, не уточняется. Хорошо утоляет голод. До сих пор можно найти большое количество консервов. Окей, какие-то консервы. Что это такое вообще? Спам, кстати, по-моему. Это бургер какой-то консервированный. Такое ощущение, что бургер какой-то изображён. Бутылка с водой у нас также имеется. И обломки дерева. Ну, это я уже собрал по пути. Вот такой вот у нас персонаж. Давайте, кстати, его переименуем. Можно сразу же поменять стиль и облик. Так, ну, назовём Спотман. Давайте поменяем стиль немного. Во, вот этот стиль мне больше нравится. Да, и сразу мгновенно персонаж изменился. В шлёпанцах бегает. Так, окей. Давайте теперь займёмся крафтом. Для начала нам только ресурсы нужно собрать, конечно. Давайте пособираем барахло. Какие-то обломки. Кстати, здесь есть какой-нибудь почтовый ящик? Может, у меня какие-то награды есть? Да, вот почта. Но, к сожалению, почтовый ящик полностью пуст. Ну-ка посмотрим, что здесь за наборы продают. Наборы для выживания. Какой-то рюкзак, немного еды и бейсбольная бита. Ну, так себе. За 65 рублей, тем более. За 180 можно кейс купить наёмника. Точнее, набор наёмника. В котором уже стволы. В котором уже огнестрел. Походный набор. Интересно, для чего в походном наборе уточка? Что это такое? Просто игрушка. Интересно, как эту уточку использовать. Камера есть. Мало чем может пригодиться в современном мире. Ну, не знаю. В постапокалипсис хотя бы. Может, и в постапокалипсис тоже пригодится. Особенно, когда у тебя уже есть пища, вода и убежище. Так, ну что ж. Мы собираем различные ресурсы. Сейчас сделаем топоры. Что там надо было сделать ещё? Кувалду, по-моему. Соберём снова немного ягод. Кстати, почему я уже не голоден? Я консерву случайно съел. Я даже и не заметил на самом деле. Так, ну, это не важно. Можно, конечно, развалить этих зомбей с помощью кулаков. Но, пожалуй, я не буду этим заниматься. Они безобидные. Будут у нас такие питомцы местные. Будем их подкармливать. Правда, не знаю, чем. Уж точно не своей плотью. Так, ещё немного ягодок. Давайте отбежим немного в сторону. Мне камни нужны. Камней маловато. И древесины, по-моему, не так много. А, я не голоден, потому что я прокачал всё. Здесь, если получаешь новый уровень, ну, возможно, как и в Лас-Де, я на самом деле не помню. Получение нового уровня убирает сразу потребности. Все ваши сбрасывают их. Так, ну, ещё немного ягодок. Ну, вроде, вроде я уже могу. Позвольте скрафтить. Не помню, сколько там. Тихо! Твою мать, всё-таки он меня задел. Ладно, давайте... Давайте сейчас скрафтим топор и зарубим этих ублюдков. Где домик, кстати? Где-то здесь он был. Вот он. У нас, кстати, уже есть достаточно большой массивный ящик. И внутри у нас походный рюкзак. Семена картофеля. Ну, видимо, мы сейчас и будем сажать именно картофель. Верёвка, гвозди, камень. Нормально. Да, сейчас мы уже сможем всё, что хотим сделать. Каменный топор. Крафтим. И также нам необходима кувалда по квесту. Так, подождите. Недостаточно места в инвентаре. Давайте всё-таки переложим что-нибудь в этот ящик. А, можно же надеть, да, рюкзак. И у нас увеличится ёмкость инвентаря. Да, вот теперь у нас достаточно места. Такой вот походный рюкзак. Симпатичный. И мы можем, наконец, каменную кувалду изготовить. Можно ещё нож сделать, потому что верёвка у нас есть. Да, пожалуй, или ломик лучше. Но и то, и то я могу сделать на самом-то деле. Давайте ломик сделаем и нож тоже. Будем пером орудовать под ребро, засовывать зомби. Так, ну, собственно, готово. Мы изготовили все основные инструменты. В принципе, мы можем устроить уже небольшой поход. Посмотреть, что там по территории. Давайте, наверное, вооружимся ножичком. И, наверное, пойдём немного прогуляемся по другим локациям. Или сначала сперва всё же построить грядку и посадить картофель. Пусть растёт. Да, давайте всё-таки посадим картофель. Вот она, грядка. Не хватает нам немного древесины. Для этого у нас уже подготовлен топорик. Мы его берём и сейчас срубим какое-нибудь первопопавшееся дерево. Вот здесь он сбоку. Быстро посадим картошку и потом пойдём уже по грибы. Можно так выразиться. Осмотрим ближайшие локации, наверное. Проверим. Скорее всего, найдём какую-нибудь одежду. Так, грядка. Берём. Устанавливаем. Ну, где-нибудь вот здесь поблизости. С металлоломом пусть по соседству. Так, картофель. Один час, друзья, он будет расти. И мгновенно можно вырастить за 12 баксов. Но, пожалуй, мы оставим эту сотню баксов. И потом как-нибудь потратим на что-нибудь более полезное, пожалуй. Картошка пусть растёт, в принципе. У нас есть ягоды. Нормальная тема. Так, ну что ж, всё тогда. Запихиваем обратно семена. Избавляемся от всего хлама. И погнали вооружимся, наверное, ножом на всякий случай. И погнали уже пройдёмся, пробежимся по какой-нибудь другой локации. Давайте замочим, во-первых, этого блюдка. По 14, кстати, отнимаю. Не так уж и много. Я, кстати, не облутал того. Но наверняка у него тоже было пусто. Ладно, в принципе, не важно. Всё, погнали. Давайте посмотрим. Взглянем на общую карту. Смотрим, какие здесь вообще локации существуют. Военные, вывозившие груз из города, попали в засаду на этом перекрёстке. Разорённый караван до сих пор стоит посреди пустой улицы. Возможно, там осталось что-то ценное. Можно найти металлолом, всякая херня. Точнее, ресурс, конечно, не херня. Может быть, и следует, на самом деле. Сначала к этому блокпосту подкрас. Это у нас что? Аделайда. Город выживших. Является основной торговой площадкой. А также тут можно записаться в отряд сопротивления. Или взять опасное задание с хорошей наградой за его выполнение. 6 секунд мы будем идти. И также потерянный дом. После второй волны в городе опустили все дома. Жители либо ушли в леса, либо стали сталкерами в родном городе. В таких домах можно найти припасы. Ну что, наверное, рванём к блокпосту. А это у нас что такое? Бункер. Сложность высокая. Ну-ка, а здесь какая сложность? Сложность низкая. Ну да, здесь везде низкая сложность. Кроме как у бункера. А это какая-то сейв-зона, видимо. Может быть, там можно встретить и других игроков. Правда, половину, наверное, или даже большую часть занимает пустота. Никаких меток здесь нет. Может быть, они потом откроются. А может быть, нужно дождаться очередного обновления. Какие-то тут рейтинги есть. Смотрите, я вижу кубок справа. Но давайте всё-таки переместимся к блокпосту. 5 секунд мы будем идти. И осмотримся там. Скорее всего, мы шмотки какие-нибудь найдём. Или что-то вроде того. Ну, помимо привычных ресурсов. Так, какая-то бочка. Камешек. Ну, давайте всё, наверное, собирать. Не-не-не, не надо бить камень. Не надо его резать. Слишком рано, чувак. Полицейская тачка. Фордец, видимо. Можно его облутать. Так, семена сои. Нормально, для вегетарианцев как раз. Так себе, конечно, груз у копов. Я думаю, в багажнике будет занык андробовик какой-нибудь. Не каждую машину, кстати, можно обыскать. Этот ящик нельзя осмотреть. Так, эти уже зомби скоростные достаточно. Хотя он толще. И вообще должен помедленнее, конечно, передвигаться. Давайте с этой стороны обойдём. А с этой стороны и не обойти никак. Ладно, придётся, наверное, сражаться всё-таки. Не зря же я нож, в конце концов, взял. Пикапчик обыскать тоже нельзя. Здесь есть какое-то здание, в которое я попасть, по-моему, не могу. Дверь открыть не получается. Ладно, давайте продолжать обыскать. Тихо-тихо-тихо. Он бьёт меня. Надо было сразу закрывать вместо того, чтобы брать лут. Так, ладно, просто режем. Просто режем всех подряд, друзья. Мясник. Он уже пожирнее будет. 120 хп у него. Так, честно говоря, мне бы не помешала какая-нибудь аптечка. А ну-ка, ягоды восстанавливай. Да, ягоды немножко хилят. Всё, зомби в округе нет. Можно спокойно облутать уже эти трупы. В тачке я успел всё взять. Просто еврейская душа взяла вверх. Добей ты его. Нормально, зарезали. Какой-то фантомас. К сожалению, пусто. Надо ещё закинуться ягодами. Ну да, ягодами только меня и спасают. Давайте возьмём, наверное, металлолом. У нас не так много его дома. Можно порыться в помоечки. Это всегда пожалуйста. Здесь у нас еда. Пластиковый мусор. Наверное, как-то можно переработать потом в дальнейшем этот мусор. Так, ну наверняка здесь какой-то получше лут должен быть. Неужели здесь не будет даже шапки какой-нибудь? Так, снова зомбарь. Блин, не хочется встревать с каждым в хватку. Но придётся, наверное. Месим его. Тем более, что у них лут есть. Иногда. Иногда попадаются. Ягоды пока что для хила у нас присутствуют. В принципе, можем позволить себе ещё несколько схваток. С зомбями собираем ресы. А здесь пока что на задней парковке никого абсолютно нет. Возможно, я от всех избавился на самом-то деле. Я блутал ещё, наверное, пару машин. Да и всё. Похоже, здесь действительно ничего особо интересного. Так, эту тачку я лутал? Или это другая? Нет, это другая уже. Здесь металлолом, верёвка. Ну да, всё-таки ожидания не оправдались, похоже. Так, гниющая плоть. Ладно, давайте избавимся от него. Возможно, это последний зомбарь здесь, на этой локации вообще. Блин, это ещё у них очень редко что-то попадается. К большому сожалению, так, помоечка. О! Чипсы, друзья, доритос. Это нормальная тема. Запить водички потом можно. Наверное, мы сейчас съедим, на самом деле, баночку с консервами. Я сильно там голоден вообще? 82%, да? Или, может быть, не стоит? Может, чипсы съесть? Давайте чипсы съедим. Похилимся немного. И вот, твою мать, я случайно вышел. Событие. Какое-то брошенное убежище. Вдруг туда вернулись выжившие. Надо поспешить и выяснить. Ну, не знаю. Честно говоря, не очень хочется. Так, ну, в принципе, я там практически всё облутал. Может быть, мне кажется, что я что-то упустил в этой локации. Может, вернуться всё же. Вопрос в том, что зареспятся зомбари или нет. Если да, то, наверное, мы будем уходить. И, похоже, они зареспились, друзья. Хотя мы с другой стороны можем фармить. Этот тип серьёзный. Я уже кулаками его дубасил, потому что у меня нож ломался. Так, давайте его попробуем облутать. Ягодка. Замечательно. Да, зомбари резкнулись, а вот лут, скорее всего, не зареспился. Блин, топором я очень медленно бью. Честно говоря, меня сейчас убьют, наверное. Нет. Счастья. Этого не произошло. Да, у меня только есть еда. И, честно говоря, не хочется её расходовать. Давайте сожжём, наверное, ягод немного. И надо уже отсюда уходить. Даже если я здесь что-то забыл, что-то не успел обнаружить, какой-нибудь ценный лут, именно экипировка, в любом случае я сюда смогу рано или поздно вернуться. Так что будем возвращаться тогда. Было бы неплохо бинтов каких-нибудь сделать. Кстати, даже не посмотрел в крафте. Да, давайте домой, наверное, возвращаться. Уже никуда не пойдём. Мы можем, конечно, в Аделайду зайти. Да, давайте в Аделайду заглянем ещё, посмотрим, что там. Вряд ли меня там убьют. Это же не PvP-зона. Вроде как, наоборот, сейф-зона. Здесь торгаши различные и так далее. Да, вот тут серьёзные ребята стоят на охране. Другие игроки. Все в рубашечках. Мне кажется, я рубашку там не нашёл в этой зоне. Или что-нибудь такое. Всё-таки там была, мне кажется, какая-то одежда. Так, ну и здесь несколько торговцев и несколько NPC, дающих задания. Сколько я понимаю. Давайте пообщаемся. Питьевая вода. Что ж, ты ещё жив. Это впечатляет. Хорошо. У нас возникла проблема. Большая проблема. Кто-то отравил единственный источник воды в городе. У нас кончается питьевая вода. А если нет воды, то и не будет города. Нам нужна любая помощь. Город не забудет твои щедрости. Принесите следующий предмет. Награда. Серебряный жетон. Воинский знак отличия используется как валюта. То есть в роли валюты здесь выступают вот такие вот серебряные жетоны. Нужны ли мне эти жетоны сейчас больше, чем питьевая вода? Сомневаюсь, друзья. Давайте вообще посмотрим, что можно за сотню жетонов купить. Это у нас торговец или нет? Да. За сотню жетонов не купить вообще ничего. А что это за плюсы? Ваша репутация ноль. За каждые 10 очков репутации открывается дополнительный слот. Для повышения своей репутации необходимо выполнять задание. Окей, понятно. Даже ствол мы обыкновенный не сможем купить. За сотку только гвоздей и то 2 единицы. Так что мне кажется, лучше с водой остаться питьевой, чем со сраными жетонами, которые нам, похоже, вообще не пригодятся. Так, давайте осмотримся здесь еще. Смотрите, какой-то бар небольшой. БТР. Кстати, коллизия есть, мы можем толкаться, вытолкать кого-нибудь. Здрасте. Меган Холт. Ага, хочешь выставить свои вещички на продажу? Легко. Выкладывай их, назначай ценную и расскажи о себе потенциальном покупателе. Похоже, это аукцион. Ну, то есть мои покупатели, это другие игроки. Идей, скорее всего, продать нельзя. Да, максимальная цена 360, минимальная 60. Так, окей, а что на продажу здесь? Рюкзак за 1204 жетона, но он стоит 800 у другого торговца и полусломанный топор за 11, другие. Замечательные лоты, но я, пожалуй, воздержусь. Окей, мы выяснили, что здесь также есть аукцион, прямо как в MMORPG. Давайте еще пробежимся здесь. Извини, мужик, что толкаюсь. Плечи широкие. Сориандр. Все. Больше нет никаких... О, можно, кстати, помойку обыскать даже. Но здесь пусто. Больше нет никаких неписей здесь. По-моему, я всю территорию осмотрел. Давайте еще вот здесь вот пробежимся. У некоторых игроков, кстати, какой-то красный значок над головой. Возможно, это ПК-шеры или типа того. Замечательные плакаты. Наверху подняться по лестнице нельзя. Ну-ка, здесь протиснуться можно, но толку от этого никакого. Реклама Кока-Колы, кстати, на грузовике. Так, вот с этим мужиком я не общался. Мне нужна помощь настоящих бойцов. Приходи, как наберешься опыта. Похоже, мне нужен какой-то определенный левел. И вот эту вот часть я еще не исследовал. Но здесь никого я не вижу. А можно как-то открыть карту этой местности? Видимо, нет. По крайней мере, я ничего подобного не вижу. Можно тачку, кстати, обыскать. Ну и в итоге я вернулся в самое начало назад. Вот здесь еще можно по помочкам порыскать. Вот металловая нормальная тема. Да, я вернулся к парадному входу. Может быть, я пропустил какого-то NPC. Но мне кажется, не суть. Особо не важно. Пластиковый мусор. Пригодится. Будем помойничать. Будем бомжами. Жалко, здесь всего лишь один город. Я бы по городкам, по таким укреплениям, точнее, побегал бы. В поисках всякого мусора. Так, вот еще Нугас Флетчер. Я с ним не общался. У меня тут кое-какой брахришка от менее удачливых спасшихся. Каждый день что-то новенькое. Если подкинешь деньжат, я достану кое-чего из загашников. Окей. Но то же самое. По-моему, у него то же самое. И цены абсолютно такие же. Обновить, кстати, за 10 баксов можно. Ладно, осмотрели мы в сейв-зону. Можно, я думаю, уже возвращаться обратно домой. И допиливать убежище. И потом уже отправляться на поиски различных ресурсов, экипировки и так далее. Где-то Куртеху наверняка можно найти, как у других персонажей. Потом на 10 уровне, смотрите, откроется локация парк. Здесь уже более редкие луты. Даже серебряные жетоны уже на этой локации можно найти. 12 уровень. Станция метро. Я, кстати, на метро бы заглянул. Даже аккумулятор какой-то можно найти. Блок питания. Серная руда. Здесь много всего интересного можно найти. Именно на станции метро. Склад. Складские помещения какие-то. На пятом уровне свалка машин. Во, на свалке машин, смотрите, можно кучу экипировки найти. Лопата. То есть вряд ли я здесь какую-то экипировку мог бы найти. Может быть, здесь и встречается, помимо всего прочего. Помимо того, что здесь отображено, встречаются еще редкие какие-нибудь предметы. Не знаю. А может быть и нет. Ну вот здесь вот отображаются одежды. Значит, скорее всего, на этой локации нет никакой куртехи и вообще какой-либо экипировки. И ничего, кроме этого барахла, которое здесь отображено. Так, а это у нас временная локация. Но туда мы уже не попремся, потому что ХП очень мало. Восстанавливать с помощью еды не очень здорово. Хотя я вот сейчас прокачал уровень, и теперь у меня 100% здоровье. Может быть, все-таки рискнуть. Там сложная средняя написана, но может нам взять только нож, например. Быстро туда сгонять и попробовать урвать какой-нибудь лутецкий. Не знаю, есть ли там другие игроки, считается ли это ПВП-зоной. Может, все-таки лучше не рисковать. Но мы особо ничем не рискуем, если мы вот так вот сделаем. Все закинем в ящик. Возьмем только нож. И все. Можно ягод еще немного набрать. Здесь наверняка уже выросли некоторые ягоды. Сейчас давайте быстренько здесь прочекаем. Блин, зомбарь. Не хочу тратить на него нож. Кстати, топор надо будет тоже закинуть. Я забыл брать из рук топор. Да, давайте возьмем ножик. Чисто ножик. И больше ничего. Если нож сломается, просто удираем с этой локации. Но мне кажется, меня быстренько разберут там. Либо зомби, либо, возможно, даже другие игроки. Вряд ли там такие глуши. Если это, конечно, ПВП-зона, вряд ли там такие глуши, как я, бегают. Так, ну ладно, одной ягодки. Короче, достаточно, друзья. Так, заходим. 30 минут. Через 30 минут этот лагерь исчезнет. Можно просто стволы найти. И это меня заманивает. Так, зомбарь. Ну, от таких зомби не убежать, наверное, да? Надо пилить его, короче. Пилим ножичком. Так, смотрим, что здесь. Ну, ладно, зомби тоже можно обыскать. На самом деле, зомбей здесь не так уж и много, как я думаю. Так, всякое барахло, всякий мусор. Давайте обрежем вот сюда вот. Так, тут и животные, кстати, есть. Посмотрим, что здесь. Холодильник. Твою мать, сраные собаки здесь еще. Мутировавшая собака. Ладно, ее запилили. Там внутри, в здании, в этом магазинчике, кстати, два зомби. Честно говоря, я уже не уверен, что стоит вообще заглядывать в этот холодильник. Говорят, ли там стволы можно найти. О, кстати, еще ягоды. Ладно, давайте пособираем ягоды. Да и не пили ты их ножом. Они двери умеют открывать. Немного перекусим. Вот так вот обойдем здесь. Возьмем металл. И сейчас что-нибудь найдем. Помимо холодильника. Так, этого придется выпилить. И там еще одного придется убить на самом-то деле. Короче, пока чекнул несколько машин и ничего толкового не нашел. Только куча зомби. Ладно, надо, наверное, не бежать, не бегать от них, а сразу от них избавляться. Пока они по одному на меня агрятся. А то если я буду бежать, еще сагрю несколько зомбарей, будет неприятная ситуация. Блин, да что за говно? Семена картофеля. Где нормальный лут? Обещали топ-лут здесь. Меня что, обманули? Веревка. Ну, это, конечно, здорово, ресурсы и все такое, но... Хотелось бы что-нибудь поинтереснее. Так, вон там в ящичках наверняка что-то топовое будет. Давайте заходим сюда. Нам еще хватит ХП, чтобы разделаться с одним зомбарем, как минимум. Сразу от него избавляем. Да бей ты, еб твою мать. Или не хватит? Должно хватить. Нормально, добили. Сейчас собираем все, что здесь есть, и сваливаем. Уже надо сваливать. Так, где здесь ящик-то? Вот здесь вот. И на заднем дворе еще помойка. Блин, говно. К сожалению, друзья, говно. Твою мать! Ну, это ГГ, наверное. Или нет? Я могу еще успеть убежать. Да, даже не буду проверять помойку, но я просто сваливаю. Потому что уже даже ягод никаких нет. Пару ударов, и я бы скончался. Так что теперь мы точно возвращаемся домой. Ну, немножко ресурсов мы добыли. Но это не то, чего я ожидал, конечно. Я думал, в каждой машине, в каждом ящике будет хоть какая-нибудь экипировка. Но, видимо, она очень редко попадается. Мне ничего толкового так и не досталось. Ладно, друзья, на этом мы закончим. Если вы хотите видеть продолжение, пишите об этом в комментариях. А на этом все. Всем спасибо за просмотр. И увидимся в следующем видео.